Привет, друзья! С вами Виктория. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовлю банановый торт. Такой торт получается очень сочный, вкусный, ароматный, с немного влажноватыми коржами. Готовится все просто, быстро и из доступных продуктов. Подойдет такой торт на день рождения, на Новый год, 8 марта, 23 февраля, на любой праздник. Такой торт можно не настаивать в холодильнике, потому что пропитывается он очень быстро. Оставайтесь со мной. Если рецепты видео вам понравятся, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Сначала приготовлю бисквиты. Для этого очищаю 2 банана. Бананы желательно брать спелые. Измельчаю бананы с помощью миксера в однородное пюре. В емкость выбиваю 3 яйца. К яйцам добавляю щепотку соли и 180 грамм сахара. Взбиваю миксером. Взбиваю до пышности, масса должна увеличиться в 2-3 раза. И добавляю перемолотые бананы. В эту же массу просеиваю 180 грамм муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Немного перемешиваю миксером и добавляю 70 мл растительного масла без запаха. И еще раз перемешиваю миксером до однородности всех ингредиентов. Долго перемешивать не нужно. Вот такое по консистенции должно у вас получиться тесто. Плюс-минус. Оно стекает ленточкой с лопатки. Я установила кольцо на диаметр 18 см. Переложила его фольгой. И ставлю выпекаться тесто в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Ориентировочно на 40-50 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Если в процессе запекания тесто у вас подгорает немного сверху, то можно его накрыть фольгой. Бисквиту даем немного остыть и достаем его из кондитерского кольца. Аккуратно убираем фольгу или кондитерскую бумагу. Проводим ножом, чтобы ничего не прилипло. И достаем бисквит из формы. Бисквит я буду разрезать на 3 равных коржа. Посмотрите, какой красивый, пышный и пористый получился бисквит. Получаются такие бисквиты очень вкусные. Затем делаю, намечаю линию разреза ножом и разрезаю бисквит с помощью нитки. Приготовим крем. Для этого смешиваю 250 мл сливок с 50 г сахарной пудры и взбиваю миксером до загустения. Когда сливки с сахаром начнут немного загустевать, добавляю 300 г маскарпоне или любого другого сливочного сыра типа Филадельфия. И взбиваю до загустения. Сливки и сливочный сыр должны быть очень холодными. Занимаюсь бананами. Очищаю 3 банана. И нарезаю на ломтики вот такого размера. Эти бананы мы будем выкладывать в прослойку между кремом и коржами. Ломтики бананов поливаю лимонным соком, чтобы они не потемнели. Начинаю собирать тортик. В кондитерское кольцо выкладываю первый корж и обильно смазываю его кремом. Сверху выкладываю ломтики бананов. На бананы выкладываю 2 столовые ложки крема, разравниваю и выкладываю второй корж. И также продолжаю. Крем, бананы, крем и следующий корж. То же самое можно сделать без кондитерского кольца, собрав торт просто на тарелке. И аккуратно его смазав кремом. Отправляю торт в холодильник минимум на 1 час для стабилизации крема. Торт у меня пробыл в холодильнике 1 час. Я его достаю и снимаю кондитерское кольцо. И смазываю кремом полностью по бокам. Немножко выравниваю и закрываю все пробелы, чтобы тортик был ровненький. Если вы делали торт без кондитерского кольца, то этот этап можно пропустить. Просто сразу смазывайте его полностью кремом и убирайте на пару часов в холодильник. Смазанный полностью торт я убрала в холодильник и пока приготовлю шоколадную глазурь. Для этого в емкость наламываю небольшие кусочки черного шоколада. Мне понадобилось 70 грамм и 70 грамм сливочного масла. Жирность сливочного масла должна быть не менее 82%. Все это нам нужно растопить либо на водяной бане, либо в микроволновой печи. Я это делаю в микроволновой печи короткими импульсами по 30 секунд. И затем хорошо перемешиваю все в центре силиконовой лопаткой до однородности. Шоколадная глазурь должна получиться гладкой и блестящей. Даем ей остыть. Достаем торт и начинаем украшать его. Я решила украсить торт шоколадной глазурью кусочками бананов и листиками мяты. Для того, чтобы украсить торт шоколадной глазурью, я взяла пергаментную бумагу, вырезала круг диаметром 12 см, наложила его сверху на торт. И теперь с помощью ложки делаю шоколадные подтеки. Таким образом, у нас торт останется чистым и не запачкается полностью шоколадной глазурью. Конечно же, вы можете украсить по-другому, по вашему усмотрению, либо полностью покрыть торт шоколадной глазурью. И теперь я убираю пергаментную бумагу и все получается очень аккуратно. Кусочки бананов обмакиваю в оставшейся шоколадной глазури и по кругу выкладываю сверху на торт, чтобы они лучше держались. Выкладываю листики мяты. Кусочки бананов, которые я выкладывала на торт, я сбрызнула лимонным соком, чтобы они сразу не потемнели. Но если торт постоит долго в холодильнике, то кусочки бананов все-таки немножечко потемнеют. Имейте это в виду и украшайте торт непосредственно перед его подачей. Смотрите, я вам отрезала кусочек и показываю, какой торт получился внутри. В разрезе получается тоже очень красиво. Просматриваются кусочки бананов. Такой торт понравится как взрослым, так и детям. Получается он вкусный, неприторный. В нем прекрасно сочетаются нежный бисквит с бананами, ганаш из сливок и сливочного сыра и свежие бананы. Очень рекомендую вам приготовить такой торт и написать мне в ваших комментариях, понравился ли он вам. А я на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Лайки, комментарии или хотя бы смайлик или спасибо. Мне будет очень приятно. Всем желаю прекрасных праздников, прекрасного настроения, приятного аппетита. И до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...